В прошлый раз мы остановились на том, что в процессе познания истины человеку, хочешь или не хочешь, нам приходится сталкиваться с вопросом веры. То есть, что такое вера? Вера – это когда нам говорят какую-либо идею, мы эту идею принимаем за правильную. Мы принимаем ее без проведения какого-либо эксперимента, без проведения какого-либо наблюдения и не удостовериваясь в этом на собственном опыте. То есть, вот эта вот вера. Существует очень большой спектр различных вопросов, в которых мы просто-напросто не можем поставить никакой эксперимент и сами удостовериться в правильности той или иной идеи. То есть, мы не можем знать наверняка, что эта идея правильная. То есть, здесь всплывает такой антипод веры – это знание. То есть, что такое знание? Знание – это когда мы на собственном личном опыте удостоверились в правильности той или иной идеи. Когда нам говорят, например, про идею, как мы вчера говорили, коммунизма, каким образом мы можем проверить, правильно она или нет, как мы можем знать? Мы не можем знать. Когда нам говорят, вроде все звучит очень даже здорово и убедительно. Мы можем лишь доверяться автору этой идеи, что он все продумал там, что он такой вот умный, образованный, много книжек написал и все такое прочее. Принять его идею на веру и уже тогда мы можем смело брать красные флаги и кричать «Ура!». Или же другой пример. То есть, когда нам выводят какого-либо докладчика, и докладчик начинает нам что-то рассказывать. Верить ему или нет, верить его словам или нет, мы не знаем. Поэтому, как правило, перед тем, как докладчик выходит, нам объявляют все регалии, что он там и доктор, и профессор, или кандидатом к Нобелевской премии, и тогда уже все. Мы тогда его уже слушаем безо всяких вопросов. Тоже, кстати, касается и людей искусства. То есть, когда певец какой-то выходит, мы не знаем, умеет он петь или нет, нам начинают говорить, что вот он, говорят, там, какой-то премии, там, так-то, так-то. Ну, что... Начинают нас уверять, что этот парень, он поет хорошо. Поскольку большинство людей ничего не понимают в музыке, им это нужно, им нужно обязательно, чтобы их кто-то удостоверил, что человек поет хорошо, тогда они будут громче хлопать. То есть, это тоже воспринимается на веру. Мы, вообще говоря, живем в мире верования. То есть, человек не может ходить и постоянно каждую-каждую идею проверять на собственном опыте. Да это и не нужно, это глупо. Как говорит поговорка, лучше учиться на чужих ошибках, да? Было бы совершенно глупо, например, пытаться ездить, там, проверять правила дорожного движения, правда или не правда, что на красный свет нельзя ездить. Или проверять, там, больно будет или не больно, если мы наступим на грабли. Понятное дело, что вроде как говорят, что больно, но хочется же проверить, а вдруг, вдруг не так, да? То есть, чтобы знать уже наверняка. Но все-таки большинство людей воспринимают такие истины на веру, и хорошо, что они набивают себе шишки, не расшиваются. Но здесь стоит другой вопрос. То есть, понятное дело, что вера человеку нужна. Но кому верить? Большинство людей верят тем идеям, которые им выдает, так скажем, их правительство или их интеллигенции, или те люди, которые подготавливают для них какие-то информационные потоки в средствах массовой информации. То есть, мы доверяемся в авторитетность, например, президента в политических вопросах, или в авторитетность нашей думы, там, дума называется, они всегда думая, наверное, разбираются. Им доверяют люди, поэтому их выбирают. И хотят, чтобы те привели их в светлое будущее. Оказывается, что все-таки все люди, они подвержены ошибкам, все ошибаются, и цари наши ошибаются, и президенты могут ошибаться. То есть, такого идеального источника истины вроде как нет. И это на самом деле очень печально. И печально, если бы это было так, действительно. Но есть такая штука, как вера в Бога, да? То есть, когда люди, они искренне верят в то, что все-таки истина существует во Вселенной, что не просто так все неправы, да? Никто никогда не может узнать правды. Или что, наоборот, есть такая точка зрения, что все правы, кто что-нибудь говорит. Ну, и ты прав, и ты прав, и ты прав. Друзья, вы что? Это как, например, если мы будем пытаться узнать, чему же равно 2 плюс 2. То есть, одни могут сказать, что ответ найти невозможно. Другие могут сказать, что это и 5, и 6, и 7, и 8, и 10, и 4, и чего угодно. А третьи все-таки пытаются как-то это познать, пытаются это разобраться. И оказывается, что истина существует. Более того, истина, она существует в единственном числе. То есть, не так, чтобы было много разных истин. И вот здесь, когда человек ищет ответ на вопросы философские, то есть, ищет истину в области таких вот вопросов, которые касаются чего-то непознаваемого, там, где нельзя поставить эксперимент, там, где нельзя на собственном пути убедиться, например, там, жизнь после смерти, или отношение к вечности, или правильность или неправильность добра и зла, то есть, где проходит вот эта грань и все прочее. Мы не можем провести замер этого, мы не можем взять и поставить эксперимент, что такое добро или зло, то есть взять и поставить какой-то датчик, который будет нам показывать, вот это добро, а вот этого зла нет. То есть, мы начинаем верить в какие-то идеи, которые мы можем принять только на веру. И вот здесь как раз и происходит грань между людьми, которые верят каким-либо писанием, либо людьми, которые верят, ну, фактически, только себе, да, или каким-то своим соображением на этот счет. То есть, они считают, люди, что они могут составить какое-то определенное мнение на тот или иной вопрос и это мнение, они могут его придерживаться и вполне возможно, что он будет правильным. Он действительно может быть правильным. Ну, вот этот подход, что доверять самому себе, он, к сожалению, заветомо проигрышный. Почему? Потому что, ну, не вы автор истины, понимаете, в чем дело. Как вы можете довериться самому себе, если не вы автор? То есть, вам нужно признать сначала авторитетность какого-либо. Вы не можете просто-напросто верить в эту истину, потому что вы только что придумали, вы сложили какую-то там, какую-то вот такую конструкцию в голове, каких-то понятий, идей, в которые вы сейчас верите. Завтра может произойти что-то раз, вы сложили другую там конструкцию, у себя в голове верьте совершенно в другое. То есть, ваш мозг, он будет плавать там туда-сюда, вы будете верить то в одно, то в другое. Это, на самом деле, не вера. Поэтому существуют священные писания, которые претендуют на роль того, что, на роль источника истины для всех людей. И в эти священные писания, у них просто-напросто невозможно поверить до тех пор, пока вы не признаете авторитетность Богу. То есть, священное присоединение претендует на то, чтобы быть словом Божьим, поэтому для того, чтобы верить в идеи, которые говорит Бог, вам нужно смириться и признать авторитет этого самого Бога. Непосредственно нужно узнать его существование, да? Не то, что узнать, а поверить в его существование. Это, кстати, говорится прямо в самой Библии, что в послании евреям это говорится, что для того, чтобы угодить Богу, обязательно нужна вера. Иначе как? Вы должны верить в него и в то, что он воздает тем, которые ищут, ищут эту истину, ищут этого познания. Я помню себя, какой я был до того, как стал верующим человеком. Это как небо и земля. То есть, это как две совершенно разных, два совершенно разных варианта моей жизни, взгляда на точек зрения. Я верю в то, что человек не может самостоятельно прийти к вере. Для этого должно случиться такое большое чудо, да? Для того, чтобы он стал верующим человеком. Со мной это чудо произошло. И вот я поэтому прекрасно понимаю тех людей, которые вроде как искренне, они пытаются что-то узнать, познать, как-то что-то найти, но это не получается, не получается. Я помню прекрасное это состояние. Но, к сожалению, не может человек сам прийти. Это должно произойти щелчок. И тогда человек становится верующим. Точно даже никого к вере привести не может. Например, что бы я вам не говорил, вы к вере не придете через это слово. Вы можете услышать что-то, но пока Бог вам уши не открыл, это невозможно. Ну да ладно, поговорим. В следующий раз. До свидания.